Продолжение следует... 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 Единственное, у них есть эти ограничения скорости, которые велосипедисты вряд ли достигают. В отличие от средств. Так разогнаться не могут. У них идет ограничение, явно 25 стоит километров в час. Вот это ввели. Ну и вот как-то таким образом. Так как права не нужны на эти транспортные средства, как-то сложновато воспринимается. Но сейчас и поменялись вопросы, которые есть в экзаменационных билетах. Волей-неволей приходится вникать. Это все реально. Тем более, что если ты хочешь управлять электросамокатом, то должен знать. Хотя бы для общего какого-то уровня, для самоуважения. Но вот на каких средствах могут вообще передвигаться? Давайте поподробнее остановимся. Есть какие-либо ограничения по возрасту? Вот опять же, что? От 7 и идет градация до 7, от 7 до 14 и от 14. Все, что от 14, можно использовать обочину. Ну и правый край проезжей части для передвижения. Единственное, это по ходу движения. Если пешеходы у нас идут навстречу движения, то симы и велосипеды, они идут по ходу движения. Они точно так же обозначают световым сигналом, светом в темное время суток. Используют цветовозвращающие элементы, одежду, если находятся на проезжей части. Хотела еще добавить, что они должны быть оборудованы тормозной системой. И фонарем белого света спереди, и красного сзади. Защитную экипировку рекомендуется использовать. И шлем все-таки, да? Рекомендуется, особенно детям. Ну и чтобы одежда была ярких цветов, которые водители могли заметить. За городом это обязательно. Использование световозвращающих элементов в городской черте рекомендуется. А сколько человек может находиться на одном таком транспортном средстве? Как конструкция предусмотрена? Вот если на велосипеде есть сидушка для второго, то, пожалуйста, если на 7 есть. Но я просто такого не видела, если честно. Все самокаты, которые выдаются в прокатке к Шеринг, так называемые, там только один водитель может управлять. То есть один человек может находиться на самокате. Пассажиров перевозить запрещено. Давайте еще конкретизируем все-таки по тротуару. Потому что много возмущений, конечно, от граждан, что человек идет, и в любом случае не должен наглядываться, он должен идти спокойно по тротуару. И вот какие правила передвижения именно на электросамокате? По тротуару. Для них прямо прописано, что они не должны создавать помехи пешеходам. То есть если совершен наезд, значит это вина Сима. То есть это основное, единственное правило. Они не создают помехи, у них скорость до 25 км в час. И если есть возможность передвигаться по велопешеходной дорожке, велосипедной дорожке, то тогда тротуар не используем. Единственное, если он едет совместно с младшеньким, допустим, от 7 до 14, то как сопровождение, да, уже других вариантов нет. Можно по тротуару. Вот как-то так, да. Ну, конечно, они все используют обочины, право проезжей части, потому что это более мобильно. И получить больше адреналина. 35-55-00, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Электросамокат в городе безопасно или нет? Звоните. Прямо сейчас мы посмотрим опрос, который провели сегодня в городе. Ну, а затем вернемся в студию прямого эфира. Звоните. Какое ваше отношение вообще к вот этим вот формам передвижения по городу? Ну, я считаю, что это все должно регулироваться. Все, кто пользуется самокатами, должны уважать пешеходов. Должны как-то соблюдать скоростной режим и не мешать остальным, ни пожилым, ни детям. Друг друга должны уважать. А вас раздражают эти виды транспорта? Меня нет. Своему ребенку вот в будущем вы бы разрешили кататься на электросамокате? Ну, конечно, разрешил бы, если бы обучение прошло, какой-то инструктаж, да, чтобы правилами пользовалась, уважала также пешеходов и правила дорожного движения соблюдала. Ну, а сами вот вы какие-то беседы уже, может быть, ведете или в будущем планируете вестись с детьми, чтобы все-таки этот вид транспорта был для них безопасным? Ну, ребенок еще маленький, так только смотрит, как остальные люди катаются. Конечно, буду вести беседу о безопасности, чтобы не было травм никаких, чтобы также она сама аккуратно пользовалась и не мешала никому. Как вы относитесь к электросамокатам на дорогах города? Ну, если соблюдают ПДД, то, конечно, положительно. Да, только при рациональном использовании. Если не сбивают никого, смотрят на светофор и сходят с ним. А вот своим детям вы разрешили бы использовать этот вид транспорта? Ну, вполне в парке. Почему нет? Ну, если, когда будут дети, когда подрастут, тогда разрешим. А как вы считаете, нужно вот родителям проводить беседы с детьми, прежде чем им допустить к такому виду транспорта? Безусловно, да. Я тоже считаю, что обязательно нужно. И что это включает в себя? Вот что, на ваш взгляд, что самое главное донести до ребенка? В первую очередь, это техника безопасности, потому что вот недавно наблюдали ребята, ездят втроем на одном самокате, то есть явное нарушение, как бы это явно небезопасно. Ну, конечно, главное приинструктировать, чтобы за людьми, ну, смотреть, где люди идут, там не ехать в толпу какую-то, не ехать там, где машина прям несется там вперед. Естественно, не разгоняться. Просто в удовольствие кататься там, где свободная дорожка. Ну, и плюс нужно, я думаю, элементарное правило ПДД при поведении на дорогах, потому что это запросто кто-то может выехать и нарушить движение. А сами вообще использовали этот вид транспорта? Нет, мы предпочитаем. Пешочком ходим, гуляем, чтобы пообщаться. Вот ты управляешь электросамокатом, а ты знаком с правилами управления и перемещения по городу? Да. Можешь перечислить какие-нибудь? Ой, я не люблю сниматься, если честно. А часто ли нарушаешь или вот только по парку перемещаешь? По парку. Исключительно по парку перемещаешь? Да. Ну, где значки есть. И там я перемещаюсь 15 километров в час, как показано на инструкции телефона. Как вы относитесь к средствам индивидуальной мобильности на дорогах города? Хорошо, отношусь. Раздражает вас это? Да нет, почему? Кому как удобно, тот так и передвигается. А сами пробовали? Нет, я сама не пробовала. Почему? Получится. А вот ребенок у вас, как вы ему в будущем разрешите на таком виде транспорта перемещаться по городу? Ну... С какими условиями? Ну, если он будет соблюдать средства индивидуальной защиты, то почему бы нет? Там шлем на локотнике, на коленнике. Ну, вот сейчас он у вас тоже передвигается, вот хотя бы на детском, но вы что-то объясняете, говорите? Конечно, конечно, что нужно быть осторожным, не торопиться с горки, быстро не ехать. Все это должно соблюдаться, безусловно. Я их не люблю. А почему? А потому что уже одного человека в Москве сбили. А вот у вас же тоже средства индивидуальной мобильности, и многие считают, что велосипеды тоже опасны, если им неправильно управлять. Да, вообще-то все опасно в этой жизни, и жить вообще опасно. Ну, а почему вот электросамокаты раздражают? Не, они меня не раздражают, просто я их не люблю. А вот вы передвигаетесь на велосипеде, вы соблюдаете все правила дорожного движения? Не все соблюдаю правила дорожного движения. Это «Магнитогорская времечка». Здесь и сейчас в прямом эфире 35-55-00. Присоединяйтесь к вашей теме обсуждения. Электросамокат в городе безопасно или нет? Нонна, хотелось бы услышать, как вы сотрудничаете с кикшеринговыми компаниями? Ну, необходимо отметить, что в нашем городе сейчас тенденция к увеличению услуг по предоставлению проката электросамокатов. Деятельность на территории города осуществляют две компании, с которыми мы сотрудничаем. Проведены уже рабочие встречи, проводится профилактическая работа, направлена на предотвращение фактов ДТП по вине лиц, передвигающихся на электросамокатах. Ну и, конечно же, необходимо отметить, что запланирован ряд мероприятий совместно с компаниями, в том числе в летний период, по предотвращению фактов травмирования несовершеннолетних детей. То есть они идут хорошо на контакт с вами, да? Да, конечно. И с нами на связь выходит Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса аренды электросамокатов из Москвы. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в продолжении этой темы, чем вы помогаете госавтоинспекции, ну или хотя бы не мешаете? Вот давайте вашу точку зрения услышим. Мы уделяем очень важное внимание сотрудничеству с госавтоинспекцией, просто потому что нам, как бизнесу, интересно, и мы в этом, ну то есть это наша цель, одна из наших целей, чтобы самокаты никого не пугали, чтобы самокаты не были причинами возникновения каких-то негативных инцидентов, ДТП и так далее. Поэтому, безусловно, мы уделяем очень много внимания непосредственно диалогу с ГИБДД и их помощью, и наоборот ГИБДД с нашей помощью рассказываем пользователям о правилах передвижения на электросамокатах. Это очень важно, потому что, как мы видим по опыту других городов, большинство правонарушений совершается не по злому умыслу, а потому что пользователь в той или иной ситуации просто не разобрался, как ему правильно поступить. Поэтому очень важно вести пропаганду, очень важно рассказывать о правилах, очень важно, чтобы самокаты были понятны всем, не только тем, кто на них ездит, но в том числе и тем, кто ходит пешком, кто ездит на автомобиле, на общественном транспорте, чтобы все понимали, чего ожидать от самокатов, где их место в городе, какие правила передвижения есть, какие ограничения есть и так далее. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в этом диалоге, и мы очень рады, что у нас есть такая возможность совместной работы и планируем в течение сезона эту работу развивать. Мы планируем проведение школы вождения, обучения правилам поездок на электросамокатах и каких-то точечных акций, где мы будем рассказывать о том, как правильно ездить, как ездить так, чтобы вам было комфортно и чтобы вы не пугали никого и, конечно, не травмировали. Ну вот, мне кажется, очень такой правильный, грамотный подход. Наверное, Денис, просто недостаточно времени еще прошло, ведь самокаты где? Ну, года, наверное, три-два существуют так активно в наших городах. Поэтому, наверное, это нужно время, чтобы люди привыкли, как пешеходы, как водители. В свое время к велосипедистам так, да, пристраивались у нас водители и те же самые пешеходы. Денис, сколько человек в среднем пользуется самокатом, вот если брать наш город? Вот. В день. В день, да. Смотрите, мы работаем в городе меньше месяца, поэтому статистику сейчас еще, наверное, надо рано выводить. Просто потому, что это точно так же, как и процесс правильной и уважительной езды, это тоже процесс, он формируется. То есть популярность самокатов, она выстраивает в течение какого-то времени. Но я могу сказать, что у нас в городе более 800 самокатов, и, знаете, есть такое выражение, что ни один из них не вырастаивает. Если говорить более конкретно, то прямо сейчас я вижу, что по городу едет более 100 самокатов, то есть более 100 горожан используют сейчас наши самокаты в качестве средства передвижения, в качестве другого альтернативного вида транспорта. Ну и мы, проживая в этом городе, видим, что активно используются, конечно, очень это средство передвижения. С точки зрения безопасности, вот действительно ли есть эта проблема, и остро ли она стоит сегодня? Ну вот вы уже сказали, что вы делаете со своей стороны, но тем не менее, действительно ли вот так нужно обращать внимание на этот вопрос, или это все так постепенно войдет в нашу жизнь и привыкнем мы к этому сосуществу? Здесь я бы не стал разделять, знаете, потому что, безусловно, то, о чем мы говорим, это культура вождения, и она формируется постепенно. То есть если правила появляются, подписываются и вводятся в течение конкретного времени, то культура вождения, она формируется. По мере получения опыта появляется и уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. Поэтому надо, конечно, ждать, но при этом и тоже сидеть сложа руки неправильно, конечно. Поэтому мы здесь, я тоже хотел бы об этом упомянуть, не только говорим о пропаганде, скажем, о том, чтобы рассказывать о том, как правильно ездить на электросамокатах. Мы и наши электросамокаты учим соблюдать эти правила. То есть мы сейчас тестируем, скажем, технологию, которая запрещает, которая выявляет поездки вдвоем. Могу сказать, что многие почему-то воспринимают это как такую романтическую поездку. Встали вдвоем на свакат и поехали. Но на самом деле это совершенно не так. Это, по нашей статистике, одна из наиболее частых причин возникновения негативных инцидентов. Как минимум падение, как максимум ДТП. Мы не устаем напоминать нашим пользователям о том, что делать это нельзя. Но здесь, знаете, лучше доработать еще и с другой стороны. И вот сейчас мы тестируем технологию, которая позволит самокату понимать, что на нем едет два пользователя. Речь идет не только о весе. Вес не всегда является показателем. Я вот по себе знаю, что можно найти двух пользователей, которые будут весить меньше, чем я один. При этом есть некоторые параметры, которые могут безошибочно сказать, что на самокате едет два человека. Как минимум центры тяжести, маневренности и так далее. И вот скоро наш самокат будет сам понимать, что происходит нарушение и будет сигнализировать об этом пользователям в первую очередь. Если не будет слышать понимание со стороны пользователя, то будет останавливаться или замедляться. Еще один момент. Иногда бывает, что когда вы едете на самокате, делать этого, конечно, нельзя, но такое происходит, вы отвлекаетесь и можете что-то не заметить. Вот опять же, в ближайшем будущем наши самокаты будут сами понимать, что перед ними возникнет какое-то препятствие. Выехала машина, появился столб, пешеход вышел. И даже если вы отвлеклись, чего, опять же, повторю, делать не стоит, самокат сам увидит, что перед вами кто-то есть и притормозит для того, чтобы предотвратить ДТП. Или, скажем, когда вы подходите к пешеходному переходу, это тоже очень важный нюанс, всегда надо спешиться, всегда надо пройти пешеходный переход пешком. Это, опять же, не только прописано в ПДД, это просто на практике доказано, что надо делать так, чтобы избегать негативных инцидентов. Так вот, самокат, опять же, будет понимать, что он приезжает к пешеходному переходу, к зебре, и он будет вам предлагать и, соответственно, вести себя так, чтобы вы сошли с самоката и чтобы вы перешли зебру пешком, а потом опять встали на самокат и продолжили движение. Очень интересные технологии. Да, технологии шагнуть, конечно, по-русски. Спасибо, Денис, за то, что вы присоединились к нашей теме обсуждения. Много любопытного мы от вас услышали. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Уважаемые телезрители, мы с вами не прощаемся. 35-55-00, присоединяйтесь к нашей теме обсуждений, электросамокат в городе безопасно или нет. Наверное, сейчас мы прервемся, посмотрим еще один сюжет, а затем переварим вот эту информацию о новых технологиях электросамокатов и вернемся в студию прямого эфира. Кирилл Баканов ездит на своем самокате уже не первый сезон. Говорит, добраться на нем может практически в любую точку города. К тому же такая поездка одно удовольствие с душной маршруткой не сравнить. Считает, главное соблюдать правила и уважать остальных участников дорожного движения. Из-за компактности города здесь на нем очень удобно. То есть вот, например, отсюда до вокзала, ну сколько, километров 12. Хватит туда и обратно на нем доехать. При этом ты не тратишь каких-то сил, физических усилий не прилагаешь, чтобы доехать, например, до работы, чтобы не быть там взмокшим, потным. Скорость у меня небольшая, километров 18-20. Это я еду по тротуару, по пешеходному, естественно. Это когда нет людей. Если появляется вдруг в зоне видимости человек, то, естественно, я сбавляю скорость, аккуратно между ними лавирую и проезжаю и перехожу обратно на эту крейсерскую скорость. Но, к сожалению, не все самокатчики вежливы на дорогах. Между тем, в Магнитогорске число любителей прокатиться на электросамокате растет как на дрожжах. Еще бы, ведь двухколесный транспорт сегодня можно взять на прокат буквально на каждом углу, что уже приносит неудобства остальным горожанам. Многие жалуются, что самокаты выставляют, а потом бросают где попало. Ими перекрывают пешеходные дорожки, что порой мешает пройти. А главная культура вождения подобных средств индивидуальной мобильности в Магнитогорске оставляет желать лучшего. Сезон еще толком не успел начаться, как уже произошло ДТП с участием электросамоката. Около семейного парка на пешеходном переходе пьяный 17-летний самокатчик сбил мужчину и его дочь. Вот недавно девочку здесь сшиблись, мужчины. Вы видели? Да, мы обратно шли, здесь скорая стояла, и эта стояла машина скорой помощи, и ПДСники стояли, подходили, самокаты все смотрели. Самокаты вообще опасны на них это, потому что с детьми здесь гуляют, и маленькие дети, и это пожилые люди все. И ездят вообще не это, без разбора, летят как сумасшедшие. Причем на этих самокатах стоит ограничение по возрасту 18+. Но проверить, кто берет самокат, организация, которая их выдает, не может. Двухколесный транспорт арендует через мобильное приложение. По сути, его может взять любой школьник, оплатить онлайн и поехать. Также невозможно проверить, тресв ли человек, который берет транспорт на прокат. Таким образом, ответственность за самокатчиков и других любителей средств индивидуальной мобильности легла на ГИБДД. Инспекторы обязаны проводить рейды, выяснять возраст водителя, может ли он находиться на данной категории дорог, а также проводить с ними профилактическую разъяснительную работу. Сегодня прокатом самокатов в Магнитогорске занимаются две крупные московские компании, которые работают по всей стране. С представителем одной из компаний встретились инспекторы ГИБДД. Знаете, что поступают жалобы от граждан, поступают факты. Сотрудники ГИБДД регистрируют даже дорожно-транспортные происшествия, с участием лиц, которые передвигаются на электросамокатах. Они сбивают пешеходов, причиняют травмы. Здесь, смотрите, могу сразу сказать, что не только мы работаем в городе Магнитогорске, есть еще наши партнеры, скажем так, в компании. То есть здесь несколько организаций, да? Да, вот, это первый момент. Второй момент, если есть прецеденты, мы, безусловно, готовы отреагировать на них. Сегодня, согласно законодательству, в правилах дорожного движения окончательно закрепили термин средства индивидуальной мобильности. Так называется все то, что не давало покоя ни автомобилистам, ни пешеходам последние несколько лет. Это электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколесы и так далее. Прежде эти транспортные средства, собственно, транспортными средствами не считались и под нормы ПДД не попадали. Если по вине, скажем, самокатчика случался какой-то инцидент, непонятно даже было, как этого самокатчика классифицировать и как судить, как водителя или как пешехода. Новая редакция ПДД окончательно поставила в этом наболевшем вопросе точку. Прежде всего, до 25 км в час ограничивается предельная скорость. При этом компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, уже заявили, что это будет делаться либо на программном, либо вовсе на аппаратном уровне, чтобы у пользователя не осталось никакой возможности повлиять на настройки. Кроме того, новые правила предписывают, что на всех участках совместного движения пешеходы будут иметь приоритет. А значит, лихо проехаться по тротуару, распугивая народ, у самокатчиков уже не получится. В случае нарушения правил дорожного движения лицами, передвигающимися на электросамокатах и иных аналогичных транспортных средствах, предусмотрена административная ответственность, предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если это совершено в состоянии опьянения, то штраф до 1500 рублей. В случае причинения вреда здоровью пешеходам, лицами, передвигающимися на средства к индивидуальной мобильности, оформляется дорожно-транспортное происшествие. И в дальнейшем, по установлению степени тяжести вреда здоровью, водитель данного транспортного средства привлекается к административной ответственности. Но, как выяснилось, фактом ДТП считаются далеко не все происшествия с участником средств индивидуальной мобильности. Например, если электросамокат налетел на пешехода в парке. Но, несмотря на то, что это произошло не на проезжей части, полицию также нужно вызвать. Сотрудники полиции опишут, составят протоколы, опишут все обстоятельства. И в дальнейшем сумму материального ущерба или морального вреда также можно будет требовать с виновника этого происшествия. Либо в добровольном порядке он оплатит, либо в судебном порядке требовать взыскания такого ущерба или морального вреда. В целом, пересесть на электрический двухколесный транспорт, заменить им автомобильные поездки по городу – идея неплохая. Но над ее воплощением еще стоит поработать. Так, например, в некоторых российских городах на уровне местных администраций запретили парковку средств индивидуальной мобильности на островках безопасности, а также вблизи остановок и станций метро. А в Петербурге скоро появятся так называемые «мертвые зоны», где покатушки на средствах индивидуальной мобильности запретят в принципе. Не исключено, что уже в ближайшее время подобные меры необходимо будет принимать и властям Магнитогорска. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире. Уважаемые телезрители, будьте активнее. 35-55-00. Мы выслушаем любую вашу точку зрения по поводу электросамокат в городе. Безопасно это или нет. А мы продолжаем. Сейчас в сюжете мы увидели, что проводите вы активно всевозможные акции, раздаете памятки. Какие плоды приносят? Я думаю, что приносят свои положительные плоды. Это равноделям, конечно. Информируем в первую очередь о правилах передвижения. Очень много у нас информации размещено в нашей группе ВКонтакте, сообщества «Школа дорожной безопасности». И видеоуроки, и разъясняющие, что можно делать, чего нельзя делать, какие нарушения допускать нельзя и чем это чревато. Ну и, конечно, при встречах с аудиторией мы также эту информацию доводим. Разъясняем правила безопасного передвижения. Основной акцент мы делаем, конечно же, на правила пересечения проезжей части по пешеходным переходам. И нам в этом активную помощь оказывают опытные преподаватели автошколы «Автолайф», которые проводят занятия в рамках проекта «В движении», проект «Безопасное будущее», квест дорожной безопасности, который уже реализован, и более 10 тысяч детей прошли обучение на этой платформе. Также в рамках гранта губернатора Челябинской области приобретено оборудование мобильного автогородка, которое расположено на базе ресурсного центра по изучению правил дорожного движения, где детей проходят бесплатные обучающие занятия, которые также проводят кураторы автошколы. То есть компетентные сотрудники, которые и теорию разъясняют, и практику, и по завершению курса обучения, то есть дети получают тематическую продукцию, памятки, световозвращающие элементы, где непосредственно вся информация это доводится, разъясняется. Насколько вам это интересно, Евгения? Нам это очень интересно, потому что, ну, во-первых, есть и финансирование, во-вторых, работа приятная с ребятами. Единственное, вот вы говорите, эффект, да, как бы в целом, ребята, много прошло, действительно, 10 тысяч, но каждый ребенок, он был на уроке, то есть на каждого уделяется времени, не так, может быть, где-то много, хотелось бы больше, как-то масштабнее, да, но пока не получается, вот как можем, то есть один ребенок, вот сколько мы, три года уже работы ведем, да, допустим, ну, может быть, какие-то классы приходили повторно, какие-то нет, в принципе, для него это вот, ну, часть урока, да, допустим, 20 человек за 45 минут, это там 2-3 минуты на одного, хотелось бы, конечно, больше. Ну, вот мы все про ЭБТ-шек как-то, а взрослые, со взрослыми, какая проводится работа? Если они к нам попадают на наши занятия, они так же, как и ребята, могут попробовать, потому что это и родители, и представители со школ, которые приходят, они это экспериментируют на себе, там, кто что может, ну, и вот эти наши разъяснения в автошколе, в рамках учебных занятий на теории, вот именно от нас вот такого плана идет работа. Вот мы говорим сегодня про средства индивидуальной мобильности, еще хотели затронуть скутер, да, что скутер тоже это не игрушка для ребенка, как многие родители считают и делают подарки такие детям, вот про это средство передвижения. Ну, разрешите, я начну, потому что эта тема для нас достаточно болезненная. В августе 2021 года зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие в районе улицы Паньково. В результате столкновения скутера и автомобиля ранения достаточно серьезной степени тяжести получили две девочки в возрасте 14 лет. Одна из них, которая была водителем скутера, а вторая пассажиром. Очень длительный период реабилитации дети проходили. К сожалению, они находились без защитной экипировки, не было мотошлемов на них. И, конечно же, вы понимаете, что в 14 лет у них не было права на управление, они не имели права выезжать в город и вообще передвигаться на данном скутере. И, соответственно, в процессе проверки было установлено, что скутер приобрели родители. Поэтому родители, можно сказать, своими руками создали данную ситуацию, угрозу, непосредственную угрозу жизни детей, единственного ребенка. И в дальнейшем также нами было установлено, что, как и все дети, то есть в подростковом возрасте начинают родителей просить различными способами уговаривать приобрести им различные средства передвижения, начиная с электросамокатов и в дальнейшем уже это скутеры, маломощные мотоциклы и тому подобное, на которые необходима уже соответствующая категория водительского удостоверения. На скутеры это категория М с 16 лет, необходимо пройти обучение в автошколе. Ну и маломощные мотоциклы уже, мощностью от 50 кубических сантиметров до 125. Соответственно, категория А1 и более мощная категория А2. Ну, соответственно, здесь у детей не было данных навыков, их хотя и виновности в ДТП не было, но передвижение по городским улицам запрещено. И, конечно же, мы призываем всех родителей не идти на поводу у детей, понимать, что на кону стоит их жизнь и не приобретать такие средства передвижения. К сожалению, сигналы поступают уже о том, что некоторые молодые люди 10-11 класса уже приобретают и автомобили, и передвигаются на них. Соответственно, нас информирует администрация школы, туда направляются экипажи ГИБДД и выявляют подобные факты, пресекают их. Но нужно начинать все-таки с того момента, за какие средства был приобретен этот автомобиль или скутер, или мотоцикл, и почему родители допустили такую халатность по отношению к своим детям. Ну вот мы все как-то негативно, более негативно. Более серьезные такие вопросы. Но все-таки плюсы. Какие плюсы электросамокатов и средств индивидуальной мобильности? Конечно же, это мобильность. Нет пробок. Можно быстро доехать. Можно быстро доехать. Когда люди стоят в пробке. Да, у них единственное, конечно, есть ограничения. На больших перекрестках они не могут поворачивать налево. На перекрестках, где там 4 полосы, они скованы. Я вас перебью, Евгения. Давайте послушаем телезрителя, пока он не сорвался. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Здравствуйте, мои. Я считаю, конечно же, это очень опасные электросамокаты. У нас даже ребенок, ребенок далеко от мамы отъехал, а за ней не машина ехала. Мама не уследила, правда, она бежала. Опасно это все. Ну, это опасно тоже, как бы, точка зрения здесь расходится, потому что все, в принципе, опасно в нашей жизни. И на велосипеде, и на автомобиле. Игорь, спасибо вам за... Да, но мы про то и говорим, что нужно быть бдительными, нужно быть внимательными, нужно обучаться, контролировать детей. И родителям, конечно, нужно включаться, а не пускать все это на самотек. Спасибо вам, Евгения, что вы присоединились к нашей этой серьезной теме. Сегодня мы говорим о том, что электросамокат в городе безопасно. Это или нет. 35-55-00. У вас еще есть возможность дозвониться до нас. Мы сейчас уходим на рекламную паузу, а затем вернемся в студию прямого эфира. Продолжение следует... Существующие проблемы со здоровьем. Кому-то достаточно ограничить себя в еде и увеличить физическую нагрузку, а кому-то показана специальная диета и особенные упражнения. Как научиться получать здоровое удовольствие и как определить свои риски? Для этого следует обратиться в Центр здоровья, в котором можно пройти осмотр и получить необходимые рекомендации по здоровому образу жизни. Или в поликлинику, где один раз в три года можно пройти полноценную диспансеризацию. Диспансеризация представляет собой ряд скринингов по заболеваниям различной направленности. Сердечно-сосудистым, онкологическим, сахарному диабету и другим. Она позволяет рассчитать ваш индивидуальный сердечно-сосудистый риск, а также другие риски на ближайшие 10 лет. Если выявлено заболевание или склонность к нему, пациент берется под контроль участковым терапевтом, который помогает ему минимизировать риски и взять заболевание под контроль. Каждый россиянин имеет право обращаться за консультацией относительно своего здоровья и регулярно проходить диспансеризацию. Особо следует отметить, что государство предоставляет ему все это бесплатно. Для этих целей в стране существует около 800 центров здоровья и 3700 отделений и кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках. Это «Магнитогорское времечко», и мы продолжаем. Говорим мы сегодня о электросамокатах, о безопасности, о том, как нам уживаться с этими видами транспорта. И у нас в студии появились новые гости. Это Юлия Маркова и Юлия Зырянова, представители родительского комитета 6 класса, школа номер 60. Здравствуйте. Насколько сложно воспитывать культуру использования средств индивидуальной мобильности? И как вы это делаете? Расскажите на своих примерах. Это достаточно несложно. Несложно. Во-первых, мы свой пример показываем. У меня в семье три велосипеда. Начну с этого. И мы ребенка своего малого детства воспитываем, что нужна аккуратность. Если мы едем по тротуарам, то аккуратность. Если мы к пешеходному переходу подходим, то мы должны спешиться и идти пешком. Точно так же мы ребенку приобрели скутер, электросамокат. Также мы его обучаем внимательности, аккуратности, потому что аккуратность – это залог нашей дальнейшей жизни, его здоровья. Ну, то есть, действительно, ребенка невозможно оберегать все время. Нет, конечно. И в закрытом пространстве его приобщать все-таки. И только объясняя, можно как-то будет решить вот эти какие-то ситуации. Объясняя личный пример еще. Подавая личный пример, да. Стоит ли вообще разрешать, ну, это уже в продолжении, да, вот использовать средства индивидуальной мобильности? Ну, вообще сейчас проходит очень много конкурсов в стенах, в школах с детьми. Но, как мне кажется, это особый такой вклад, должен в семье особенно обсуждаться. Родители должны обсуждать, прежде чем выпускать ребенка кататься на самокате, объяснять все правила дорожного движения. Ну, то есть, это все-таки не прерогатива школ, детских садов, а все-таки семья. Ну да, большая часть ложится на родителей. Большая часть на родителей. Ну, если молодой человек захочет купить электросамокат или скутер, то все равно он добьется этого, сделает и выпросит у родителей, никуда от этого не деться. Как вы считаете, может быть, смысл есть здесь работы именно ЮИД, да? Вот, давайте об этом поговорим. Вы сами тоже были, я так поняла, в этой организации. И вот как сегодня она работает? 50 лет ей исполняется? Ну, смотрите, там проходит очень много конкурсов. Самый запоминающийся – это День жертвы ПДД, массовый конкурс «Дорожная азбука» и отчетный концерт, который запомнился вот именно нашим детям – это отряд ЮИД. Им 50 лет, да, исполнилось. Наши дети в этих конкурсах заняли первое место. Ну, то есть, они как-то активно привлекаются к работе. И вот что включает вообще эта работа? Ребят и родители, они в связке работают, да? Да, в связке мы в связке работаем. Вообще у нас ребята активные и откликаются сразу. То есть, мы предлагаем, давайте ребят, мы проведем, то есть, мы рассказываем, давайте ролик снимем, еще что-то. Они участвуют для того, чтобы научить своих ребят, своих сверстников. То есть, мы выходим, съемки. Все это наглядно. Все это наглядно. Они сами это проходят. И что самое интересное, они также своих сверстников могут еще научить, обучить. А на конкурсах они также показывают. То есть, там же очень много ребят со всех разных школ. Мы не одна школа, 60-е участвуем в этом. И то есть, естественно, каждый ребенок смотрит, запоминает и визуализирует. И все. То есть, это вот, это хорошая работа проводится у нас в школах сейчас. Это спасибо большое. И здесь участвуют в конкурсе. Это все организовано на базе ресурсного центра по изучению правил дорожного движения, на базе которого проводится в год более 16 городских мероприятий. И ребята из 60-й школы активные, наши помощники. И вот мы снимали видеоролик. Необходимо отметить практическую пользу видеоматериалов, которые готовят дети. То есть, этот ролик остается в школе и он транслируется. Размещается в родительских чатах. То есть, дети его просматривают. Обучаясь сами, обучают других. И в дальнейшем это используется при проведении классных часов. То есть, там на практике показывается, как управлять средствами индивидуальной мобильности, электросамокатами, гироскутерами. Как правильно, безопасно передвигаться на велосипедах. Для чего нужны световозвращатели. Активно участвовали у нас в областном тестировании по изучению правил дорожного движения. То есть, наши активные помощники, ребята и непосредственно родители. И родители сами также еще дежурят на пешеходном переходе. Необходимо об этом рассказать. Вот вы принимаете в этом участие, да, на пешеходном? Ну вот расскажите, что там чаще всего, какие, может быть, бывают у вас вопросы, вам задают. Или какие-то ситуации будут такие. Ну, в основном, очень люди даже со стороны обращают внимание. На самом деле, говорят, как же это здорово. Когда родители принимают участие. И вообще, когда проводятся такие вот акции. Это очень положительно сказывается на детях. Ну, они, во-первых, себя чувствуют еще и защищенными. Что они вот не одни, что есть плечо родителей взрослого человека. Ну да. Что в будущем? Вот что у вас планируется? Вот, может быть, какие-то акции еще. Ну, в частности, в вашей школе. Что вот такого интересного может быть в перспективе? Вперед. Нам бы, конечно, хотелось бы в дальнейшем участвовать в мероприятиях городских. Но сейчас пока загадывать не будем, как у нас упадет. Но очень бы хотелось нам дальше продолжать. Потому что высокий уровень действительно. И вот вы правильно отметили, что педагоги других школ и ребята, когда выступают на сцене, ребята демонстрируют свои знания, какие-то заготовки, которые они готовят, домашние задания. То есть они учатся друг у друга. И, конечно, уровень мероприятия из года в год растет значительно. Ну, сейчас, в продолжении нашего эфира, я бы хотела затронуть вот еще какую тему. Скоро у нас длинные майские праздники. И готовится, конечно, усиленно к этому мероприятию еще и госавтоинспекция. Вот какие будут проводиться мероприятия. Ну, и в частности, может быть, и со школами, и с родителями-активистами. И как мы будем себя ощущать безопасными в это время? Ну, основное внимание будет уделено безопасности детей-пешеходов, а также детей, которые передвигаются на велосипедах. Юным велосипедистам. По опыту прошлого года, мы в летний период детей также задействовали. Когда они были на каникулах, мы проводим интернет-конкурсы. То есть они участвуют онлайн. Присылают свои видеоролики, начиная с дошкольного возраста. И все ребята, кто желает принять участие. Мы проводили акцию «Безопасный велосипед» и «Безопасный самокат». Очень интересные проекты были заявлены. И, соответственно, все это размещается у нас в группе ВКонтакте, где большое количество просмотров. Ваши дети активно участвуют? Да, в наших мероприятиях постоянно участвуют. Что у них? Может, о работах их рассказывать? У них сертификаты. Им выдают сертификаты. То есть они проходят, вот у них светоотражающие, они делали значки, сертификаты. Затем они проходили по интернету правила дорожного движения. Тоже им выдавают сертификаты. Именные сертификаты, да. Да, тестирование проходит. То есть для них это уже... Что там взрослые. Что там по-взрослому, да? Что у них есть вот эти вот... Но и самое главное, когда они занимают первые места, ведь им тоже грамоты выдают, им выдают кубок. То есть у них вот уже вот мы такие молодцы. Они очень этому рады. И то есть они... Я даже у своего ребенка спросила, ты мне расскажи правила дорожного движения, ты как мне на самокате-то? Он говорит, ну вот слушай. То есть ребенок уже все знает. Во всем в этот процесс. Ну и еще, наверное, Нонна, давайте напомним, что опять же, если возвращаясь к праздникам, этим весенним, кто-то будет куда-то за город отправляться, активно проводить досуг. Напомним о том, как перевозить детей лишний раз. Да, конечно, в первую очередь водитель отвечает за безопасность пассажиров в автомобиле. Дети должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. То есть в зависимости от веса и возраста ребенка индивидуально подбирается автокресло. По мере взросления ребенка, автокресло также взрослеет с ребенком и меняется его категория, чтобы ребенку было комфортно и безопасно передвигаться. Ну и, конечно же, автокресло должно быть зафиксировано в автомобиле в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы все ремни, которые удерживают автокресло, либо эта система из-за фикс, все было сделано в соответствии с инструкцией и грамотно, чтобы безопасность ребенка была обеспечена. И чтобы сам ребенок был в автомобиле зафиксирован внутренними ремнями. Ну и ребенку, чтобы с детства, буквально с рождения, вырабатывалась уже привычка, когда он самостоятельно передвигается, чтобы он фиксировал ремень безопасности. Спасибо, что вы присоединились к нашей теме обсуждения. Я прощаюсь с вами, прощаюсь и с нашими гостями. Уважаемые телезрители, отдыхайте, отдыхайте по всем правилам, и в том числе соблюдайте правила дорожного движения. До встречи. До встречи. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Продолжение следует...